Привет, мои дорогие! Как у вас дела? Если вы себя спрашиваете, выйду ли я на дорогу удачи, выйду ли я на дорогу судьбы, есть ли у меня шанс, вы у себя спрашиваете, вам нужен резкий поворот судьбы, потому что в последнее время как-то все шло не в ту сторону, либо вообще никуда не шло, был тупик в какой-то сфере вашей жизни, которая вас сейчас волнует, и вы у себя спрашиваете, выйду ли я на путь удачи, на дорогу судьбы, на дорогу, которая принесет мне, вы, мне это вам, вы у себя спрашиваете, принесет мне благословение, то есть вам. Я буду смотреть для вас на двух колодах, это Ленорман и Таро. Расклад будет очень конструктивный, как всегда я правдиво прочту карты, все по делу. И Таро с этой стороны, это Таро 78 дверей. Выйдите ли вы на дорогу удачи? И я хочу, знаете, сказать такую вещь, как мои расклады смотреть. Просто смотрите видео, можно даже ничего не загадывать, кстати, даже лучше. И то, что нужно, проиграется, то, что нужно, будет видно. Карты дадут подсказки, вы посмотрите, какие возможности перед вами есть. Таро, чем оно потрясающее, что оно показывает возможности, оно показывает варианты судьбы, и вы понимаете, что на самом деле есть то, чего вы раньше не видели. Вот это замечательно, что могут Таро и помочь таким образом. И здесь Ленорман будет слева. Бывает так у разных слушателей, что немного в одном раскладе проигрывается, какой-то процент другой, процент в другом. Так что я предлагаю, конечно же, ориентироваться на то, что вы сами не знаете, в каком месте. Иногда совершенно случайно нужное слово, которое я беру из пространства для вас, скажет вам ту правду, которую вам нужно слышать, и укажет тот путь, который приведет к удаче. Итак, будем рассматривать. Ленорман. Здесь есть карты сигнификаторов. Это карты госпожи и господина. И когда я ищу сигнификаторов, я могу четко увидеть, что перед вами, что после вас. Вы уж простите меня, мужчины, я буду рассматривать сигнификатором госпожу. Карту номер 29. Но дело все в том, что это просто человек. Мы же понимаем с высоты 21 века, что принадлежность половая – это только для спальни. Все остальное мы, люди, у нас одни, такие же точно желания у всех, и у мужчин, и у женщин быть счастливыми, быть обеспеченными. Самая последняя карта. Поэтому я беру две перед. И очень и очень хорошо вышло, очень хорошо. Медведь и гора. Гора – это защита в смысле медведь, когда рядом. Потому что гора может многое значать. Как многие карты Ленорман, они имеют очень много значений. В зависимости от вопроса, от вопрошающего и так далее. То есть здесь я вижу медведь и гора. И это госпожа, это человек, который сейчас вопрошающий, который сейчас начал пальчиком посмотреть. Именно для вас расклад, конечно. Потому что в любом случае, каждое мое слово, каждый поймет по-своему. Медведь – это так. Это любимый, это помощник. Это благородный человек, который поспособствует вам. Это начальник, который даст повышение. Это вы. Это вы тот человек, который стремится к счастью, его найдет. Вот медведь – это вы. Нужно вот такое иметь аттитюд, такое отношение к жизни медвежье. То есть все мое, жизнь моя. Скажите себе. Выйдете ли вы на дорогу счастья? Вы шутите? Вы еще спрашиваете? Конечно, выйдете. Ну, здесь будет подробный расклад. Ну, то, что вышел медведь, вы пройдете эту сложную гору, вы пройдете эти трудности. Гора тоже – это протекция от высших сил, от Вселенной на вашем пути к счастью. Ну, конечно, вы пройдете, потому что вы самый сильный человек. Самый сильный. И вам хватит силы. Наоборот, силы, вообще, если человек идет по своему пути, кстати, сигнификатор того, что мы на своем пути, когда силы больше становятся. Вроде ты и тратишь силу, но ее больше становится. Это сигнификатор, что вы на своем пути. Ну, вот такая потрясающая предиагностика. Здесь по этой карте медведь кто-то встретит любовь на этом пути, потому что человек, который вас будет любить, он ищет именно такую, как вы. Кто-то найдет много интересной работы. Гора и медведь, который принесет много средств. Кто-то поправит свое здоровье. Будет очень сильный иммунитет. Сейчас я возьму две дополнительные карты. Выйдете ли вы на дорогу судьбы и что это за дорога. И мы перейдем к Таро. Я делаю расклады таким образом. Это моя авторская методика, потому что таким образом вы можете понять. Вы как бы, знаете, расширенно смотрите. Поэтому я перехожу от одной колоды в другую. А что еще эта колода скажет? Да что еще это? Даже если выбрать отдельную колоду, в любом случае вы поймете, о чем речь. Так более детально можно видеть. Итак, ну эти карты готовы. Я подсниму от себя. Для вас сделаю расклад. Возьмем тоже три карты. Выйдите ли вы на дорогу судьбы. На свою собственную дорогу. Смотрите. Вот здесь вы такой человек, который... Понимаете, вам не просто дорога по плечу. Вы будете с удовольствием по ней идти. Все вот эти трудности, которые сейчас вы нашли на своем пути, может это, ну как бы, частично ваш путь. Может быть, вы свернули на него по вине других людей, которые вот за этой изгородью. Это даже не изгородь. Это какая-то, знаете, как стена какая-то берлинская. Смотрите, видите. Вы думали, что это изгородь. Потому что на самом деле каждого человека свой космос. И правильно иметь изгородь такую, да. То есть это аура называется. Вы можете выйти из этой изгороди, пообщаться с людьми, зайти назад к себе. То есть эта изгородь, она имеет пространство. То есть такой, знаете, фенс, заборчик такой, ну как сказать это. Ну да, там, где вот отдельные такие дощечки, и между ними можно видеть. И это очень важно, потому что вы из вашей ауры видите. А, ну это дружелюбный человек, я выйду с ним, пообщаюсь. Заметьте никого, нельзя пускать себе в ауру. Выйдите, пообщайтесь, потому что вам из вашей изгороди, там, где вы в своей силе находитесь, вот в такой своей силе, вам видно, что происходит в пространстве. Это правильное. Но здесь просто кирпичная стена вместо этой изгороди. И вам приходится вот стать такой большой, да, чтобы посмотреть туда, сверху, и увидеть, что там делается. Какая-то крысиная возня действует. Почему? Потому что вы видите, вы смотрите на все свысока, сверху. Вам предлагает Вселенная посмотреть на эту ситуацию, перед которой вы сейчас стоите, свысока. Как бы вот представьте себя такого великана, и за этой изгородью какая-то крысиная возня, какие-то люди, которые неблагоприятно к вам относятся, нехорошо или желают вам нехорошо. Вы выше этого всего, да, вы над ними. Это вот важно. Они выстроили эту стену, может быть, какими-то ложными убеждениями, газлайтингом, какими-то неправильными советами, ложной информацией, которую вам давали, критикой вас. И у вас уже сама критика есть, да. Вот здесь вы поднимаетесь над этим всем, вы возвеличиваетесь, это правильно, вы возвеличиваетесь. И вы смотрите как бы сверху, через эту изгородь, и вы смотрите, да, это крысиная возня. Эти люди хотят за счет меня что-то сделать, у них не получится. Пока они хотят мне помешать, кто по их жизненному пути идет. Они сами себя обманывают. А вы идете по своему жизненному пути. Вот такая крысиная, почему я говорю крысиная возня? Здесь вот эта дверца, она такая маленькая, знаете, как дырочка в полу, там, где, вот, понимаете, не стоит воеденного яйца, этот спор, который у вас был, вы меня поняли, да. Смотрите на это свысока. Ну, а главное, чтобы не дразнить гусей, смотрите свысока, но виду не показывайте. Потому что когда люди почувствуют, что вы смотрите свысока, они начинают вас атаковать. Но это естественное поведение во всем животном мире. Поэтому так свысока, но пофигизм такой, да. В общем, чувство внутреннее, что свысока, а внешне ничего не показывает. И нейтральное, нейтральное лицо. Вот нейтральное лицо. Мы, кстати, советские люди не умеют делать нейтральное лицо, потому что мы часто, не все, не все, но часто вели двойную жизнь. То есть внутри не понимали, почему мы в закрытой стороне, почему весь мир против нас. Мы не понимали, почему нам нельзя это и другое. А в внешнем мире там говорили, что мы самые лучшие. В общем, это такой был сыр-бор. И поэтому мы как бы привыкли выражать глазами эмоции, да. Потому что мы словами не могли. Но это я по себе сужу. Может, у вас было по-другому. Напишите в комментариях, если было по-другому. Но я смотрю, что здесь как-то более спокойные глаза у людей, у которых не было вот тоталеризма, например. Но, на мой взгляд, любой режим – это режим. Да, был режим. Советский Союз – это было много плюсов, потому что люди хотели хорошего. Всем по способностям, по труду. В общем, лозунги были самые идеальные. Коммунизм. Но как оно на деле было, это же был ужас. Поэтому хочу сказать, что у них не было этого, поэтому у них глаза так много не выражают. они как бы немножко люди больше субъективно живут. А мы не умеем, потому что у нас коллективизм был. И это не хорошо, не плохо. Это как есть. Надо любить себя, какие мы есть. Но нужно знать эту особенность в нас. Поэтому здесь вот такой, когда вы смотрите свысока, не делайте высокомерный вид, потому что люди могут разозлиться и могут вам попытаться навредить. А что такое люди нам вредят? Когда они нас сбивают с нашей дороги жизни. Вам нужно выйти на свою дорогу жизни. Потому что кто-то вас сбил с вашей дороги жизни. Это обвес, это здесь очень видно. Две восьмерки. Восьмерка Пентакли, эта карта очень хорошая. Она говорит о том, что вы сейчас строите свой финансовый успех. Вы, может, еще об этом не знаете. Но те знания, которые вы получаете, тот опыт, который вы зарабатываете на том или другом предприятии. Это фундамент вашего дальнейшего финансового успеха. А это также фундамент и основание вашей финансовой независимости в дальнейшем. Но вы еще пока этого не знаете. Карты открывают это. Восьмерка – это бесконечная возможность. И вы вообще будете богаты. Восемь, четыре. Две восьмерки, четыре. Вы будете богаты. Но есть люди, которые вам этого не желают. И это просто больные на всю голову люди. Потому что я скажу одно. Почему там в Библии написано все такое? Даже врагам желая богатства. Потому что если ваши враги будут богаты, они от вас отстанут. И еще вам помогут. Мне написали, враги не помогут. Когда они будут богаты, они врагами перестанут быть. Это такой алгоритм. Алгоритм алхимический. То есть вообще не обращайте внимания на врагов. Все, что им нужно, это переключить внимание на них. Потому что все знают, что самое главное в мире это внимание. То, на что мы обращаем внимание, то приумножается. Если вы обращаете внимание на врагов, враги приумножаются. Если вы обращаете внимание на деньги, деньги приумножаются. Если вы обращаете внимание на свой стержень, на свою энергию, энергия преображается. В общем, здесь такое. Вы выходите на свой путь. Вы выходите на путь удачи. Пусть с трудом. Пусть с трудом. Через сумасшедшее препятствие. Восьмерка меча. Это очень сильное препятствие. Но вы уже почти все преодолели. Осталось немножко. И кто вам поможет? Это рыцарь Жезлов. Это рыцарь Жезлов. Давайте скажу на минутку, что рыцари означают. Рыцарь – это всегда переход. Переход на новый уровень. Это могут быть люди. Это может быть мужчина. Новый кавалер. Или тот, который вас уже любит. Вам поможет. Он будет с вами заодно. Или она. Это человек, который вам предан и который знает, что делает. Рыцари – это всегда профессионалы. Что у них лошадь, меч, щит. Второй – это сигнификатор. Рыцарь – это такой алгоритм, что ли, можно сказать. Или такое слово есть. Метафора. Это метафора ресурса. То есть рыцари – это всегда профессионалы. Может быть, это нотариус. Может быть, это какое-то казенное лицо. Может быть, это ваш начальник. Может, это ваш отец, который оставит вам наследство. Кто-то, кто заботится о вас. Потому что Жезлы – это сила. Хочет вам дать силу. И как дать силу другому человеку? Помочь человеку поверить в себя. Потому что у каждого есть такая динамомашина внутри. Такая динамомашина. Сказал Христос об этом. Если бы хоть вот такую веру имели, в ушко иголки, тогда вы могли бы сказать этой горе, иди сюда. Гороба пошла. Вот он точно дело говорил. Посмотрите на животных, какая у них сила. Даже мышка, если кошка перед ней, она делает такую войну этой кошке. И часто побеждает, кстати. Кошке нужно быть очень ловкой. Не зря кошки – атлеты. Чтобы победить ее. В такую маленькую мышку. Ей нужно быть атлетом кошки. А мы сдаем все. Мы крылышки свои опускаем. Почему? Потому что люди имеют все ментальные зажимы. Посмотрите, какая история землевой. И такое все. Мы имеем все ментальные зажимы. Мы все ментально можем пострадать. Потому что у нас у всех есть вот эта архетипичная память. Память жестокости. Память темных времен. У нас у всех есть такая память темных времен. Поэтому не бойтесь врагов. К вам придет спаситель. Это как Христос или как Кинг Артур. Король Артур. Спаситель. Это какой-то человек, который скажет «Я хочу быть с этим человеком». То есть с вами. И здорово, потому что этот человек заметит вашу добрую душу. Не только вашу внешнюю красоту. Но тоже добрую душу. Рыцари приносят новости всегда. Это их цель. Это главная характеристика всех рыцарей. Это они что-то меняют. Они приносят новости. На новый уровень все. Рыцари, они похожи все на шестерку. В старших арканах на карту влюбленные. Всегда, когда выходит рыцарь, вместе с рыцарем сзади выходит карта влюбленная. Потому что рыцари приносят новости. Они меняют вещи. И самая сильная карта, которая меняет все, это карта влюбленная у второго. И рыцарь шезлов, это, конечно, рыцарь энергии. Это может быть вы. С энергии, которую вы сейчас получаете во время этого расклада. И вы начнете делать свои дела. Продвигать, например, свой инстаграм. Что-то такое делать. У каждого человека есть свой талант. И если вы свой талант не проявите, кто проявит ваш талант? Свято место пусто не бывает. Свято место пусто, когда святой там. То есть мы все святые, потому что у нас есть Дух Бога. И вам нужно свое святое место занять под солнцем. А вы до сих пор его не занимали. Вы до сих пор боялись этих привидений. Которые вместо вас занимали ваше место. Зачем это вам надо? Шестерка чаш. Это карта безусловной любви. Это карта безусловной поддержки. Я теперь понимаю, кто такой этот рыцарь жезлов. Это безусловная любовь. Это безусловная поддержка. Это, знаете, когда так хорошо вместе, что ничего больше не нужно. Это так хорошо вместе, когда весь мир становится дружелюбный. Понимаете? Весь мир, он действительно дружелюбный. Мы все зеркало. Если видеть мир недружелюбным, ну, он и будет им. А если видеть мир дружелюбным, он будет им. Но здесь вы не одна. У вас есть помощник. Может, это ангел? Рыцарь жезлов может быть ангелом для кого-то. Ваш ангел спаситель. Хранитель, спаситель. Или это кавалер новый. Или же это ваш мужчина, с которым, наконец, вы научитесь взаимодействовать. Потому что, понимаете, есть такие стороны характера у всех людей. Как я уже говорила, темная сторона Луны. Луна. Не зря, понимаете, все боятся, это лилит. Не бойтесь лилит. Это просто как пример. Лилит – это тыльная сторона Луны, которая никогда не видна на Земле. А селена всегда видна. Когда разговариваете с любимым, нужно говорить как со стороны Селены. То есть видеть позитив, который вас соединяет. Негатив – это то, чего не видно. Или же то, где мы не соприкасаемся. Это тыльная сторона Селена в вашей жизни, в ваших отношениях. Или на работе, или дома. Или вы, ваш бизнес. Это все равно. Это отношения или же это дела. Потому что Венера курирует отношениями и делами. Понимаете? И эта тыльная сторона – это то, чего никогда не видно. То есть вы никогда не сойдетесь к общему знаменателю. Лучше просто этого не касаться. Если вы хотите найти человека, у кого никогда не будет тыльной стороны, то есть той стороны, где вы не поймете друг друга, это абсурд. Это утопия. Потому что нет человека без тыльной стороны лилита. Нет такого человека. Луна – это как человек. Символ человека. Символ вашего рода. Нет рода, где не было бы негатива. Нет рода, в котором не было бы негативных предков. Но на них не нужно концентрироваться. Нужно брать помощь от позитивных предков, которые теперь являются кураторами вашего рода. Понимаете? Для того, чтобы выйти на свою дорогу жизни. Будет ли еще удача? Ну, это туз Жезлов. Я вот сто процентов у очень многих слушателей проиграется. Обязательно будет удача. Это хорошие новости. Вот этот рыцарь несет вам хорошие новости. Он несет на себе вот этот туз Жезлов. Туз – это начало перемен. Начало, когда вы уже нащупаете свою дорогу жизни. Вы ее нащупаете. И скажете, а я понимаю, я понимаю, что мне дает силы. Вот дорога жизни – это тот путь, это состояние духа. Ну, мы видим там подсознание, темный лес. И мы там видим свет, как между деревьями. Это все правильно. Это все правильные метафоры. И там, где свет – это там, где вот feel good, чувствуется хорошо. Вы идите к этому свету. Рыцарь вас выведет к этому свету. Не сидите у двери, которая не открывается. Наверное, вот, понимаете, стагнация есть у вас. Вы сидите у двери, которая и давно сидите, не открывается. Например, человек вас не понимает. У этого человека есть другая сторона, которая вас поймет. А вы, понимаете, у него много дверей. Понимаете? А вы сидите с задней двери, которая не открывается. Через эту дверь к человеку этому не войдешь. Ни как к заказчику, ни как для бизнеса, не как для профессии, не как для здоровья, вы поняли меня, не как для любви, семьи, все сферы жизни, через заднюю дверь, то есть это бэкдор называется, наверное, не красиво я сказала заднюю дверь, я не знаю, как правильно сказать, как сказать задняя дверь, даже вот слово потустороннее, имеется в виду задняя, потустороннее, не зайдешь через эту дверь, потому что человек ту дверь не откроет, он ее держит закрытую, потому что эта дверь, она таинственная, она кармическая, ее не нужно открывать, ее не нужно теребить, к ней не нужно ключ подбирать, потому что там спрятаны негативные духи рода, зачем ее открывать ту дверь, она есть у всех такая дверь, негативные духи рода, к ним нужно иметь только сострадание, компэшн, сострадание, и говорить им, я вас понимаю, я вас люблю, но вы теперь не активны, я хочу активировать положительных, я хочу закрыть вот эту дверь, и это может вас касаться, если вы стоите у порога, давно, у развилки, у тупика, если у вас тупик, если недопонимание в семье, если вражда в семье, это потому, что каждый из членов семьи стоит возле, или сидит, еще хуже, потому что давно происходит, сидит, это значит давно происходит, сидите возле этой двери, которая не открывается, и правильно делает, что не открывается, если эту дверь открыть, выйдут эти все духи негативные, и когда человек плохо себя ведет, он никакой здоровый человек психически не хочет себя вести плохо, нам кажется, что специально делают нам назло, никогда нормальный психический человек не будет делать назло, только ненормальный, ну а ненормальные мы их жалеем, они несчастные люди, у них что-то не то с головой, еще есть третий вариант, я вам скажу, и это чаще всего 90 процентов проявляется, когда духи выходят, вот мы сидим у этой двери, мы просим ее открыться, ну и негативные духи говорят, хорошо, я откроюсь, и тогда что? Через этого родного, любимого, босса, конкурента, через этого друга проявился этот его же негативный дух, вышел, помните, как в этом фильме «Обекновенное чудо», там очень правильно Леонов, по-моему, да, говорит, во мне проснулся двоюродный дедушка, я не виноват, он правду сказал, это как бы с юмором было, да, тогда, если эта дверь откроется, проснется этот негативный дух, зачем он вам нужен, и тогда ссора выходит, мне иногда пишут девочки, страшная распри в семье, страшная ненависть, а потому что мы нажимаем на кнопки вот этих духов, здесь три варианта, первый вариант, нажимаем на кнопки духов, люди не виноваты, что они ссорятся с вами, не нажимайте больше на эти кнопки, и раз, преуспокоятся, второе, бывает, что, ну, родственник не совсем здоровый психически, тоже бывает, ну, а что делать тогда, здесь тоже ссорами не поможешь, и все, третьего, наверное, не бывает, в общем, не сидите по этой дверью, потому что сейчас вы выходите на свою дорогу удачи, вы выходите на нее, это резкий поворот, потому что рыцарь, он резко поворачивает, у него лошадь есть, он не просто так пришел, он, он перемчался на лошади, он резко поворачивает судьбу, резко, и вот видите, как, здесь заговаривается нужная дверь, не вот такая вот потайная задняя, где уже все поросло, потому что ее не нужно открывать, это намек, открывается, вы сказали, там, откройся, волшебно это слово, и все, открылось, и вы резко, резко выходите на дорогу, где вас любят, где есть доход приличный, где есть финансовая свобода, где есть все, что вам нужно, вы знаете, девочки, а каждая карта мне раскрывается так сильно, что иногда возьмешь одну, две, три карты, ну, второй-то так, 78 энциклопедий, и пока эту всю энциклопедию расскажешь, и то не все, я не все говорю, больше, больше, больше карта может сказать, ну, тогда у меня будет видео три часа, кто такое длинное будет смотреть, что скажет Ленорман по этому поводу, резко повернется что-то, мастер номер 11, конечно, конечно, это очищение духа, это очищение души, это карта плетки или метла, вы как на метле взлетите, но метла в хорошем понимании слова, на своем вдохновении, что такое метла, вдохновение, 11 номер, это означает, что не просто резко повернет судьба, вас эта метла жжих и выведет на дорогу вашего счастья, есть ли шанс, вы что, шутите, мастер номер 11, это не просто шанс, вас судьба выведет, вытолкнет на дорогу счастья, разве сами не хотите идти, разве сами устали, и так бывает, устали, потому что долго не везло, вас вытолкнет судьба на дорогу счастья, что еще одна карта скажет, клевер, и вот как вы узнаете дорогу счастья, вот это клевер, ну, это такая божественная карта, она все объясняет, как вы узнаете дорогу счастья, вообще очень просто что по ней легко эти клевер это символ простоты но не думайте что такой простоты той простоты которая совсем не простая на первый взгляд простая но в этой простоте зашифрована эссенция жизни клевер я гомеопат и знаю что из клевера делается лекарство это необыкновенная сила в этой простоте знаете в чем клевера сила вот смотрите клевер всегда при дороге на него наступают и чем больше на него наступают чем сильнее он становится это стамина стамина как сказать по-русски девочки стамина есть такое слово да или нет но это иммунитет сильный стамина когда от того что на вас наступали и не раз вы стали еще сильнее вы как этот клевер вы выстояли клевер это это просто удача высшие силы просто выводят вас резко на дорогу вашей удачи что такое удача вот идете по дороге и неожиданно подвернулась хорошая работа неожиданно подвернулась удачи там в бизнесе в делах кстати этого диета больше зелени девочки больше зелени диета может быть любая это который у вас хорошо переваривается это может быть мясная смешанная вегетарианская то что вам по сердцу не важно важно чтобы больше зелени любая диета должна иметь вот зелень там у кого петрушка там что у вас какое-то зелененькое что-то до каждый день даже если немного мы все не любим эту зелень она не вкусная мышь мы же ну как бы нам не вкусно это так что приправить чем-то можно но здесь нужна такая диета потому что в этой зелени запакована запакован алгоритм крепкого здоровья это называется антиоксиданты я не знаю по-русски что такое но я редко найти на эти темы говорю ну клевер меня спровоцировал потому что он в духе так вышел я гомеопат поэтому я как бы редко об этом говорю но вы поняли меня клевер это просто когда идете находите вы находите свою дорогу как вы узнаете ну вот представьте себе время года кстати в любое время года в которой будете смотреть вы в духе выходите на дорогу клевера даже если снега там знаете все красиво тоже когда снега но под снегом это клевер есть и вы можете в любое время года ощутить свою дорогу там тенистый лес клевер и вы идете по этой дороге своей судьбы и вы находите хорошую работу не просто которая деньги приносит заметьте клевер это не просто деньги это те деньги которые даются легко это те деньги которые мы зарабатываем когда мы делаем что-то в кайф это потрясающие деньги понимаете ведь не в количестве дела в деньгах а в том как вы заработали если вы тянули вагонетку и при этом но нарушали физический баланс потому что трудная работа никакие деньги то не окупят правильно поэтому как бы уже сейчас человечество приходит тому что если труд у кого-то физический нужно им лимитировать 8 часов физического труда нет нельзя но к сожалению бывает да уже человечество приходит во время водолея что физический труд будет оплачиваться больше всего и человек будет физически работать не более четырех часов в день потому что все что более четырех часов физически это этот но вредно это когда деньги даются легко с удовольствием когда вы оценили свою работу по достоинству сказали нет я не буду работать там где у меня забирается энергия и не восполняется мне материально это отношение здесь простота когда вы говорите друг другу то что думаете сейчас без обид без грубости вот простота в отношениях из таких отношений никто никогда не хочет выйти что неправдивы они настоящие это ваша дорога жизни по которой идти легко потому что клевер это же символ венеры это когда легко все дается с кайфом и приносит много удачи вы выходите на свою дорогу удачи я просто счастлива за за вас очень счастлива я сейчас сделаю два скриншота и скриншота нельзя так говорить две фотографии и ленорман отдельную фотографию отдельную таро и тоже помещу в конце может быть вам будет интересно посмотреть хотя все карты показывала я вас люблю обожаю я надеюсь этот расклад вам помог ну если вы захотите он окажет вам колоссальную услугу и хочу сказать что делитесь моими видео друзья с друзьями а также можно поставить пальчик вверх он должен стать голубым до из серого такого голубой значит поставили пальчик вверх а благодарю за это благодарю что делитесь моими видео с друзьями благодарю это это самое лучшее что вы можете сделать благодарность за расклад и если хотите подписывайтесь я с вами дружу потому что я для вас делаю работу надеюсь что и вам интересно со мной дружить но а сигнификатор вашей дружбы со мной это просто нажать пальчиком подписаться то есть вы принадлежите к этому моему клубу и я вам помогаю от сердца от души и у вас все будет замечательно я знаю что мы с вами скоро и очень обязательно увидимся и